Сегодня мы уживаемся с собаками. Будильник я не ставлю уже полгода точно. Вспоминаем тарское прошлое. Это ностальгия, в первую очередь. Поем и путешествуем по миру на советских авто. Во-первых, это красиво. Роем ямы во имя науки. Ты уже можешь сказать, как он жил жизнь. Водвори Китарского художественного музея баннерная выставка. Авторы оригинальных полотен – молодые художники. Участники одной из конкурсных программ фестиваля «Тарская крепость» на стыке эпох. За наградами победители приехали сами и себя показать, и город зарисовать. Если художник любит деревянное зодчество, то ему будет всегда интересно рисовать Тарские улицы, потому что здесь очень много старых домов с этими красивыми резными ставнями. Я взяла с собой всю семью, поехали сюда, как в небольшое путешествие. Художники, литераторы, актеры театров и музыканты присылали заявки на конкурс из разных уголков Сибири. До финала музыкального конкурса добрались 9 коллективов из 29. Это прям очень большой прирост в дальнейшем. То есть ты уже понимаешь свои ошибки, ты смотришь на других и учишься. Плюс еще, естественно, это некий мандраж, а если он вдруг лучше меня? Вот это вот. Поэтому хочется всегда быть лучше, идти вперед, и это очень сильно помогает, развивает скилл, так сказать. Победители вышли на разогрев перед выступлением хедлайнеров фестиваля. Все круто, отработали, круто, звукачи, классная сцена, все по оборудованию, вообще никаких вопросов нет, все было обалденно. А вот в плане таймингов и того, как все это сляпано в один день, в одну кучу, очень сложно и непонятно. Нас всегда в Таре хорошо встречают, мы сами из Тары, и мы были очень рады видеть людей. Надеемся, что они тоже нас были рады видеть. Финальный день фестиваля совпал с празднованием 429-летия Тары. Подарком для жителей стало выступление хедлайнеров фестиваля Вадима Самойлова, одного из основателей группы Агата Кристи. И группы 25-17. Один из участников которой Андрей Бледный, родом и старый. Конечно же, это ностальгия, в первую очередь. Ностальгия по самому себе, по моим родственникам, по моим бабушкам, которых уже нет, по моим друзьям, которых уже нет. Слава богу, родители еще живы, я к ним, конечно же, приезжаю. Хожу, брожу по нашим улочкам, вспоминаю, как все было. Второй раз я здесь. Сделал паузу, и мы прогулялись по солнечной таре. Андрей Александрович рассказал мне про всякие места, про достопримечательности. Рассказал про районы. Здорово. Самый старый город Омской области. Это круто, трепет ощущается. Очень здорово. И неожиданно очень активная публика. Все знают слова, подпевают. Очень круто. Просоведут с тобой тайное место, где не будет никого, только мы вместе. Слова, мы принесли, мы прожили. В городе, 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 в городе. Снова с тобою немножко. Пока не появлялся все. Ну, я первый раз на фестивале. Здорово, конечно. Что можно сказать? Как вам кажется, не испортит ли такие большие фестивали маленькую уютную тару? Нет. Лучше, если еще больше будет таких фестивалей. Мы когда не были в этом городе, велопрогулку совершили по улицам, посмотрели на старые дома, понравилось. Ну и в завершении по программе концерт. Тара, она какая? Какой ее увидели? Ну, разнообразной. Впечатлили коровы по улицам. Это второй фестиваль, и он прошел еще лучше, чем первый. Больше эмоций, больше слушателей, больше гостей, больше движения. И это настоящее событие, которое должно продолжаться. Мы обязательно сделаем следующий фестиваль, и он будет еще круче. Дон, подъезд, и последний этаж, где-то, или скамейка в кустах, агент. Территория этого конезавода превращается в остров собак. Равнодушных почти нет. Каждый собачник рад фестивалю, где можно по-хорошему утомить питомца. В помощь мастер-классы и лекции. Например, про то, как правильно заниматься спортом. Инструкторы по док-фитнесу говорят, что спешить в занятиях с лучшими друзьями не стоит. Собака должна понимать, что она делает. Нужно очень четко следить, какими мышцами работает. Собаки, как правильно, тоже. Когда они узнают упражнение, они начинают торопиться, делать быстрее. Они знают, что потом будет еда, они стремятся быстрее получить еду. И вторая ошибка – это неправильная нагрузка, неправильный подбор упражнений. Корги в моде при любой погоде. Коротконогий десант и без фитнеса активен. Держит хозяина в тонусе. Поди разбери, кто главный. Я когда собаку заводила, я на самом деле думала, «Вот, я буду вставать раньше и двигаться больше». Ну, так, собственно, и случилось. Хотя щенком она могла спать и до 10, и до 11 утра. Сейчас тоже иногда может до 10, но все равно утром где-то встаешь и в 6 часов. И будильник я не ставлю уже полгода точно. Мастера помогут сплести именные браслеты. Грумеры покажут, как правильно стричь. У организатора Анастасии Минаевой лекция важная – рассказать, как приучить питомца к процедурам. Стрижка когтей должна быть гуманной. Это можно сравнить, если мы приходим к стоматологу, да, и один стоматолог нас посадит в кресло, мы не будем знать, что вообще происходит, он нас усадит и скажет, что все, сидите, не двигайтесь. А другой стоматолог нам скажет, сейчас мы будем делать там чистку, да, если вам будет некомфортно, поднимите ручку, я остановлюсь. И у нас таким образом появляется чувство безопасности. То есть мы знаем, что мы можем протез в любой момент остановить, и нам от этого спокойнее. Вот с собакой мы используем то же самое. То есть если ты забираешь лапку, ты ее можешь забрать, я ее держать не буду, ну и вкусняшку, естественно, ты не получишь. Вкусняшки достались всем участникам фестиваля, а как еще отвлечь питомца, который так и норовит рвануть к другим братьям меньшим, чтобы активно провести свободное время? Прямо поближе к друг дружке люди, ага. Подписывайтесь на наш канал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы экспедиция «Восход», мы Новый Бременский, гоняем на Волгах по всему миру, пишем музыку, играем концерты, вдохновляемся путешествиями и, в общем, по сути, занимаемся таким искусством в пути. Мы начали в 16-м году, тогда сейчас наша первая экспедиция. Мы купили две старые Волги советские, тысяч по 50 рублей. 40 и 50 они стоили, 74 и 83 года две штуки. Восстановили их, и это вот экспедиция, которая сейчас, она пятая по счету. В этой экспедиции, это на хронике, у нас прям звукозаписочная студия с собой в буханочке. Вот, он такой более постхардкорный, тяжелый получается, что, в принципе, нас крайне радует. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это наш новобранец, можно сказать. Машина, созданная специально для этого проекта, этнохроники. Легендарная буханочка. Вот. Из легендарного здесь поломки в дороге. Вот. Из нового внутри, собственно, студия звукозаписи полноценная. По технике здесь все родное, то есть все стоковое, 409 мотор, все как бы, там, мосты уазовские. Это бывшая санитарка, если кому-то это интересно. Внутри у нас два слоя шумоизоляции и, в общем, акустический поролон. То есть, в принципе, созданы условия для записи звука внутри. Собственно, когда мы приезжаем записывать каких-либо артистов, мы иногда внутрь кого-то ставим, да, и там можно записывать инструменталисты преимущественно. Вот. Часто у нас в данном проекте много народу в коллективе, да, то есть несколько участников, и мы ставим их вокруг, да, записываем, так сказать, этношумами. Это часто происходит в деревнях каких-то, да, отдаленных местах. Вот, например, были в Дагестане 11 дней, да, там в горах вообще, в лютой глуши, как бы, в лесу среди гор записывали. Путешествуем по миру, и это, честно признаться, мечта очень многих. Просто взять тачки классные, реально красивые тачки и просто путешествовать. Средством передвижения, будучи довольно молодыми, да, вы выбрали советскую автотехнику. Это родилось спонтанно или это была мечта детства? Как пришли к такому стилю? Во-первых, это красиво. У нас всегда есть элемент того, что хочется артисту, хочется удивлять, артисту хочется быть интересным и уникальным. Проехать любой самый сложный маршрут на планете на какой-нибудь современной подготовленной тачке, это, в принципе, не так уж и сложно. Сел и поехал. А здесь надо все время что-нибудь махинации производить, чтобы это чудо ехало. Но при этом, кстати говоря, на самом деле Волги хорошо себя показывают. То есть эстетика и символизм, который в них заложен, он нам очень интересен и близок. Нам его хочется с собой нести и сейчас, и дальше. Это вот, короче, роднули наши. Да, это реально круто. Плюс нам нравятся очень советские эстрады. Мы поем все время с Коляном вдвоем советские песни. Все время, как старые деды, едем и поем. Да, это реально круто. И, видимо, как-то это связано с автомобилями. Потому что все советские артисты, они, конечно же, на Волгу ездили. Ну вот, нам остается только подорожать. А были ли ситуации, когда машины вас спасали или действительно помогали в какие-то ситуации? Когда действительно пригождались не просто как стилевое оформление группы, а как практическое применение? Например, дорога в Тибете G219 называется. Она не зря называется дорога смерти. Это реально одна из самых опасных трасс в мире. И там реально такие, как сказать, повороты, серпантины в горах, все эти на 5000 метрах, что одна ошибка и, ну, как бы все, закончилась и жизнь твоя, и экспедиция. А мы проехали. Тут сошлось много всего, и в том числе благодаря тачкам. То, что у нас все сработало, мы никуда не упали. Там были моменты, когда мы были прям на волосок, когда там на серпантине попадаешь на заледенело ручей, тебя начинает нести в пропасть, но в самый последний момент колеса схватываются, и ты не падаешь в обрыв. Вот. И, ну, как бы факт того, что мы все еще живы и продолжаем путешествовать, говорит о том, что, ну, как бы мы в некую синергию с нашими тачками вошли. Когда вы, как музыканты, друг друга нашли, сразу ли поняли, что группа и экспедиция «Восход» не может сидеть на месте и писать самую обычную музыку? Все наши путешествия, они либо вдохновляют на написание материала, либо наши будущие проекты, они инспирированы нашими песнями. И, допустим, мы вот сейчас задумали пересечь Атлантический океан на веслах, и строим на Ладоге, у нас там у друзей верфь, и они строят нам 12-метровую деревянную лодку. И вот чтобы вся эта затея началась, мы весной прошлой выпустили альбом «Транс Атлантика. Часть 1». То есть музыкой вы программируете свою жизнь вперед? Именно. Это очень хорошее замечание. Это действительно так. А второй альбом планируется записать в пути, и лирический герой будет уже чувствовать, а каково оно? На самом деле, да. Что вам дает дорога, и что теряют люди, которые выбирают всю жизнь сидеть на одном месте? Душа развивается, перестает быть страшно и перестает быть как-то некомфортно в любых других жизнях обстоятельствах и везде. Приходит ощущение, что может справиться со всем. Мы как пираты, короче. То есть мы как будто хакнули эту систему. У нас есть какой-то большой секрет, который всему миру неизвестен, а нам известен. И на самом деле это, я думаю, про любое какое-то масштабное приключение и путешествие для любого человека. Что в пути самое сложное и одновременно самое вдохновляющее? Самое сложное – не задушить друг друга. А самое вдохновляющее – это когда ты не задушил друг друга и такой «Ох, добрались!». Да, и, конечно, все эти восходы и закаты – это реально круто. Насколько вообще сегодня Бременским 21 века нужен видеодневник? Не превращается ли такая монетизация любви в сухой бренд? В этой экспедиции наша главная задача – это шестисерийный документальный фильм о людях, которые занимаются традиционной культурой, музыкальной. И о том, как непосредственно они… даже не просто о том, как они живут, а о том бэкграунде, который за ними стоит. Потому что, по сути, все наши герои – это люди, которые серьезно занимаются этнографией. Мы приезжаем, записываем их, снимаем о них кино, снимаем о нашей русской культуре и о нашей многонациональной русской культуре. Снимаем большой документальный формат, там нас практически нет. Это все про те места и про тех людей, с которыми мы встречаемся. Вот. И, ну, это сложно назвать сухим брендом. И, на самом деле, все удачные форматы, да, даже ютубные или, ну, там, телек, не знаю, я его лет 20 не смотрел, ну, они все равно не про себя, а про кого-то еще. По поводу производства контента это скорее Коля, то, что наш режиссер и отвечает за производство контента непосредственно он, а я просто открываю рот, да, Коля? В самый ненужный момент. Ну, короче, производить контент, естественно, сложно. То есть, это надо быть морально готовым к такому. Вот у нас сейчас прекрасное видео есть со вчера в нашей телеге, где монтажер нашего проекта, он сидит сзади, вот в этой «Волге». У него, значит, на коленях ноутбук, отдельный монитор выведен, на рюкзаке лежит, он сидит там все это в тряске собирает. Это не сразу он к этому привык. Изначально его тошнило, потому что ты же, тебе надо смотреть в монитор, а тебя качает. А «Волга» она же такая плавная, ее все время качает. Да, ты как на башне, вот, но привык человек, уже может так работать. Вот, и, ну, то есть, это в дороге у тебя всегда должно быть все наготове. Вот, ты сидишь, у тебя наготове камера, у тебя наготове фотоаппарат, ты всегда как такой охотник. Музыка вам в дороге имеет право надоедать? Советской эстрады нет, все остальное – да. Мы называем «папик рок», то, что мы делаем. Мы уже папики. Вот, и, короче, музыка, конечно, мы не так ее слушаем, как в 20 лет. 20 лет многое слушаешь, сейчас меньше. Но всегда есть время для хорошего трека. Сейчас мы потихонечку превращаемся в народную группу. Реально, у меня есть такое ощущение. Во-первых, у нас аудитория радикально выросла за год. Стала, ну, почти в 40 раз. Если ядро и было, это были какие-то панки или волговоды. Мы уже побыли маргинальными, мы уже побыли элитарными. Хочется уже народными. Пора. Пора. Надеемся, что скоро весь мир будет слушать экспедицию «Восход» и становиться лучше, и бодриться. Спасибо вам большое. Будем ждать вас в Омске всегда. Спасибо, давай. Спасибо, классное интервью, кстати. На набережной Омки и Скрит строители готовят бюсты олимпийских чемпионов к установке. Сначала занимаются колоннами, и только после берутся за скульптуры, аккуратно опуская их на места. Так, чтобы 12 августа, когда откроется аллея олимпийских чемпионов, а мячи увидели образы любимых спортсменов такими, какими их задумал автор. Часть бюстов за авторством скульптора Сергея Полегаева установлены, однако до открытия прячутся от взглядов прохожих. Зато на портреты чемпионов кисти Никаса Сафронова посмотреть можно. К открытию аллеи чемпионов художник взялся нарисовать 46 портретов. В графике предстанут не только олимпийцы, но и другие прославленные спортсмены. Я очень рад и счастлив, что благодаря этой работе, заказу, я получил общение с огромным количеством интереснейших, приятнейших людей. Скромных, невероятно, закрытых, застенчивых. И только когда начинаешь с ним разговаривать, ты видишь, насколько это богатый, интересный человек. Как каждому можно писать романы, рассказы и повести. Над портретами художник работал больше года. Часть из них уже отправились в Музей искусства Омска. Портрет олимпийского чемпиона Пхенчхана, хоккеиста Сергея Калинина, победители Олимпиад и Паралимпиад в Токио Виталины Бацарашкиной и Александра Кузюкова. В музее, который приучила мячей к современному взгляду на искусство, мимо истории, связанных с Омском, пройти не могли. Спортсмены, которые принесли славу Омску, конечно, это наша тема. Конечно, здесь, наверное, будут зрители разных поколений, потому что мы представляем такие хронологии от 60-х годов, 60-е годы, 20-е годы нынешнего. То есть это 60 лет таких спортивных достижений. Торжественное открытие аллеи чемпионов 12 августа. На набережной Омки уже укладывают новый газон, а оставшиеся 6 бюстов установят в ближайшее время. Подписывайтесь на наш канал. Грузовик, забитый палатками, спальниками, ведрами и лопатами отправляется в археологический лагерь. Вслед за ним стартуют студенты первого курса исторического факультета ОМГПУ. Так начинается их летняя практика. Какие у вас ожидания от этой поездки? Не знаю, грязь будем копать. Морально как-то настраивались перед этим? Ну, я играл в компьютер до часа ночи. Последний, так сказать, путь перед тем, как покинуть цивилизацию навсегда, ну, на две недели. Археологическая экспедиция начинается со строительства лагеря. Установить палатки, душевые, туалеты, разложить инвентарь и смастерить место для разведения костра. Земляные работы на Роскопе требуют от условий лагеря возможности помыться. Для этого в нашем лагере предусмотрены аж целых три душа. Есть возможность отгородиться от всего мира, побыть наедине с самим собой. И кроме трех таких вот душев полностью функциональных, есть целая полевая баня. У этой смены впереди две недели погружения в историю. За это время участники экспедиции научатся снимать слои земли так, чтобы не навредить экспонатам, изымать находки из почвы и станут настоящей командой. Я на самом деле, правда, ждала практики, чтобы пообщаться с ребятами, поближе стать с однокурсниками. Мы с группой каждый вечер собираемся у костра, поем песни под гитару. Это очень атмосферно. Это классно. О посиделках у костра немного позже. А сейчас время обедать. Всем спасибо! За первое, второе и компот отвечают дежурные. Все по правилам палаточного лагеря. После меняем ложки на лопаты и возвращаемся к работе. В этом году команда исследователей продолжает изучать курганы в Горьковском районе. Руководит процессом и студенческой практикой Максим Грачев. Чистимся и в лагерь. Ездив в первый раз, я понял, что это то, с чем я хотел бы связать свою жизнь, наверное, до гробовой доски. И я ждал, ждал каждого сезона. Пока я был студент, пока учился в аспирантуре, это была прям вот потребность. Иногда в мае лежишь дома на диване и слышишь, как по оттяжке палатки стекает капелька росы. Вот до такого иногда доходило. Такое сильное желание было оказаться там, где ты должен быть. И каждый сезон – это ожидание чего-то и прекрасного, и сложного, новых находок, новых открытий, новых людей. Объекты, которые изучают археологи, относятся к раннему Железному веку. Курган под кодовым названием «Новопокровка-10» – это два захоронения в одном разных периодов. Их изучение позволит понять, как представители древней саргатской культуры проводили погребальные обряды. Исследователи уже нашли останки, за изучение которых взялась антрополог. Буквально недавно со мной случилось такое профессиональное озарение, что тебе хочется все-таки поделиться его историей, что ты воспринимаешь их намного ближе, чем было раньше. То есть, возможно, это какой-то внутренний рост. И, может быть, это связано еще с этапами взросления, с тем, что ты видишь уже и смерть близких людей. И ты проживаешь это все, и тебе трудно не переносить это на них. Потому что появляется какая-то более глубокая цель и наполненность этой работы. И, скажем так, что мне она стала даже интересней, наверное, со временем. Потому что ты уже можешь сказать, как он жил жизнь. То есть не смотреть на это как на популяционный уровень, как принято в науке, в антропологии. Смотреть массовые выборки. Здесь все-таки индивидуальность тоже имеет значение. После раскопок и исследовательской работы время отдыха. Но этот вечер особенный. Первая смена студентов будет окончена. Сегодня их посвящают в археологи. Я ждал, что самой сложной части будет жизнь в лагере. Но это казалось самой легкой части. Самая сложная часть была, как только мы уходили из лагеря. Будет наивно говорить, что я описывал себе Индиана Джонса, какого-нибудь в храмах древних. Я понимал, что будет физическая работа, но здесь гораздо больше технологий, больше смысла по слоям снимать. Я думаю, просто копать, что-то найдешь, повезло. Не найдешь, не повезло. А здесь ко всему есть подход, какой-то принцип, какая-то технология. Может быть, я вернусь в следующем курсе. Утро. Время прощаться. Одни студенты сменяют других, и начинается новая археологическая смена. Раскопки продолжаются. Мы следим за ходом исследований и расскажем все самое интересное о находках в специальном репортаже из цикла «Про жизнь». Привет, друзья! Это Афиша с Николаем Явенко. День города близко, а я еще ближе, чтобы рассказать вам, чего стоит ждать от праздника, да и вообще, куда стоит сходить в Омске в ближайшее время. Начинаем с марафонов. И нет нежеланий, ведь я не отправляю вас купаться на вулканах или летать на шарах. Бег вот, что будет разгонять хорошее настроение омичей 5 августа. В этом году никаких забегов на Соборной площади. Стартуют и финишируют у хоккейной арены «Авангарда». Здесь же, но несколько часов спустя, покажут, что такое медвежья тяга. Силачи Турции, Китая, Индии без спецэффектов из Болливуда, Казахстана и Белоруссии будут бороться за кубок Михаила Шевлякова. Я тоже хотел поучаствовать. Ну да ладно, дадим парням шанс. Парк Победы встретит щитом Сибири. Только вдумайтесь, это уже 18-й фестиваль реконструкции. Если так пойдет дальше, то кто-нибудь придумает фестиваль реконструкции про фестиваль реконструкции. Но это не беда, ведь где еще встретишь исторический средневековый бой и древнеримский лагерь на одной лужайке? Десятый фестиваль уличного кино на территории Омской крепости обещает быть ламповым, ведь за лучшие фильмы надо голосовать, подняв вверх телефон с включенным фонариком. Так что проверьте гаджет на исправность, чтобы ненароком не омрачить киношников. Звездой дня города будет Пелагея. Ее концерт пройдет на Соборной площади, и мы, как тот самый Казак, из ее песни будем спешить на День города и лесом, и дорогой прямой. Ведь 307 лет бывает только раз. Поэтому спешите ставить лайки и подписывайтесь на наш канал. С вами был Николай Явенко. Еще увидимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!